Смоленская АЭС Смоленская АЭС Смоленская АЭС С техническим аудитом коллеги побывали на площадке нашей станции Росэнергатом более 12 лет сотрудничает с закрытым акционерным обществом энергетические технологии специалисты которого обладают большим опытом и знаниями в области повышения эксплуатационного ресурса и надежности тепломеханического оборудования в тепловой энергетике Перед нами поставлена задача сопоставить технологические процессы определенные в рамках требований действующих нормативно-технических документов в тепловой энергетике Независимые эксперты провели анализ выполнения мероприятий предыдущих технических аудитов на Смоленской АЭС Проверили организацию технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений Оценили состояние турбинного оборудования, средств тепловой автоматики, измерений, оборудование, водоподготовительные установки Коллеги с закрытого акционерного общества «Энергетические технологии» отметили достаточно высокий уровень состояния тепломеханического оборудования и квалификации персонала Смоленской атомной электростанции В анализическом отчете они представили руководству атомной станции свои рекомендации по дальнейшему улучшению работы тепломеханического оборудования На Смоленской АЭС определили победителей конкурса на лучшие знания правил охраны труда который представит атомную станцию на дивизионном этапе Высшую ступеньку пьедестала почета заняли машинист-обходчик турбинного цеха Николай Чеботарев и инженер отдела охраны окружающей среды Виталий Макаров 18 октября на совещании по подведению итогов Дня охраны труда директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский вручил победителям дипломы и награды от администрации и профсоюза атомной станции а также автору лучшего вопроса, присланного на деловую игру в рамках конкурса В ежегодном соревновании приняли участие 36 рабочих и инженерно-технических работников победители предварительных этапов в подразделениях На путь своих начальник отдела охраны труда Павел Лобачев подчеркнул что успешное участие в конкурсе на знания правил безопасности может стать хорошей стартовой площадкой для дальнейшего профессионального роста В течение полутора часов участники конкурса письменно отвечали на 70 тестовых заданий на знания правил охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомной электростанции электроустановок, при работе с инструментом и приспособлениями на высоте, с грузоподъемными механизмами В завершении конкурса знатоки правил охраны труда из числа победителей и призеров приняли участие в деловой игре в формате викторины «Что, где, когда» Их соперником стала виртуальная команда работников Смоленской атомной электростанции приславших свои вопросы для проведения деловой игры Результат игры 4-6 в пользу работников станции Машинист-обходчик турбинного цеха Николай Чеботарев трудится на Смоленской АЭС более 20 лет но в конкурсе принял участие впервые Признается, что многие вопросы оказались для него несложными поскольку часто сталкивается с ними в процессе работы некоторые вызвали затруднения и это повод еще раз перечитать инструкцию и правила Неожиданный результат, я хоть в десятку хотел войти, как говорится так вообще оценивал свои возможности, скажем, объективно Ну, так это получилось, так что я занял первое место неожиданно Нужно эти конкурсы проводить, ну, как для повышения, так сказать, собственной культуры безопасности, какой-то ответственности то есть что-то, как, сказать, вырасти в профессиональном каком-то статусе На Десногорском водохранилище стартовало масштабное зарубление Водоем-охладитель Смоленской АЭС будет выпущен на более 30 тонн растительноядной молоди белого и черного амура и белого толстолубика На это природоохранное мероприятие атомная станция направила более 8 миллионов рублей Как отметил заместитель главного инженера Смоленской атомной электростанции по эксплуатации общестанционных объектов Юрий Ильюшин Зарубление на Смоленской АЭС проводится ежегодно Помимо природоохранной цели, оно направлено на обеспечение безопасной эксплуатации теплообменного оборудования Смоленской атомной электростанции Поскольку мы не хотим вредно воздействовать на окружающую среду, мы выбрали биологический метод борьбы Допустим, если у нас с цветением воды мы запускаем толстолубика С растительностью запускаем белого амура В последнее время возникла проблема с дрессиной Для борьбы с дрессиной будем запускать черного амура По словам начальника отдела государственного контроля Назора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям Давида Жвитиашвили Зарубление играет значимую роль для улучшения экологии водохранилища Помогает сохранить баланс их теофауны Атомная станция, как всегда, пунктуально относится к этим мероприятиям Это научно обоснованное мероприятие И рекомендации науки атомная станция выполняет точно и в срок На первом этапе зарубления выпущено более 3,5 тонн белого толстолубика Порядка 8 тысяч особей средним весом 440 грамм Представители комиссии по зарублению, в которую вошли специалисты Смоленской АЭС Государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов Ветеринарных служб и других организаций, отвечающих за экологическое благополучие региона Отметили, что выпущенная рыба здорова и жизнеспособна Основное ее отличие в том, что она потребляет фитопланктон То есть не допускает цветения воды, что для технологии, я так понимаю, атомной станции Является очень важным, чтобы вода была чистая И не было чрезмерного развития водорослей Напоминаем рыбакам, что рыболовство во время выпуска И еще в течение 15 дней запрещено в радиусе 500 метров от того места, где выпущена молоть С целью охраны водных биоресурсов рыбоохраны Совместно со Смоленской АЭС будут организованы антибраконьерные рейды По Десногорскому водохранилищу 20 октября в Десногорске торжественно открыта скейт-площадка Extreme Time Это стало возможным благодаря победе проекта Центр культуры и молодежной политики В конкурсе социально значимых инициатив Организованном фондом Ассоциации территорий и расположения атомных электростанций На его реализацию концерн Росэнергоатом направил 3 миллиона рублей Долгие два года в ожидании открытия И вот новая современная скейт-площадка встречает любителей активного отдыха Когда-то именно этот спортивный объект стал лидером онлайн-голосования среди местных жителей Скейт-парк в Десногорске хотели видеть 93% респондентов И вот результат проделанной работы уютно расположился на территории спортивной школы Площадка находится перед вами И я надеюсь, что мы все наши инициативы будем реализовать вместе с вами И тогда будет результат Скейт-парк Extreme Time – новое и наверняка в скором времени культовое место Десногорска Это стало возможным благодаря совместной работе городской администрации И фонда Ассоциации территорий и расположения атомных станций Концерна Росэнергоатом Там решили, что подобное место – это прекрасный способ продвижения спорта в городе И не ошиблись Входили много раз в администрацию, наконец-то его поставили Все сделано на высоком качественном уровне Отличный парк, в принципе, начального уровня В принципе, есть все, чтобы человек научился все базовые элементы и так далее Как бы безопасно, ново, все отлично Возможности площадки продемонстрировали профессиональные спортсмены Команда фристайлеров под названием Мэтт Спорт Показал эффектные трюки на скейтборде, роликах и беймиксе А также провели мастер-классы для детей и их родителей Были раскрыты некоторые секреты эффектного и безопасного катания Главный мой секрет в том, что я обманываю свой вестибулярный аппарат И держу 90 градусов от плоскости, в которой я нахожусь Рампы, разгонки, перила и другие конструкции для совершенствования мастерства катания Теперь есть и в Десногорске И это в очередной раз подтверждает Десногорск – город спортивной и активной молодежи Уважаемые Десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе 27 октября в школе номер 1 Десногорска При содействии Госкорпорации Росатом Состоится международная просветительская акция «Географический диктант» В 11.00 сбор, регистрация участников и выдача бланков Проход на площадку по предъявлению паспорта Или иного документа удостоверяющего личность Участие в международной просветительской акции добровольное и бесплатное Предварительная регистрация участников диктанта осуществляется по e-mail или по телефону, который вы видите на экране Подробная информация на сайте школы номер 1 и администрации Десногорска На этом наш выпуск завершен Вы смотрели новости Смоленской АЭС С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС На сайте rosenergatom.ru А также в официальной группе Смоленской АЭС В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм А я с вами прощаюсь Увидимся через неделю Хороших вам новостей До свидания